Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха С-А-ха-ха-ха-ха-ха Эк-клаб бородавший Попался? Тихо-тихо-тихо-тихо, мужчина Мужчина, мужчина, тихо-тихо, спокойно Я тебя сейчас успокою Спокойно, мужчина, мужчина, спокойно В чем дело, кто вы такой? Так вот мне тоже хотелось бы знать, кто я такой. Так, ну-ка, пожалуйста, ну-ка успокойтесь. Успокойтесь, или я позову охрану. Вы вообще кто такой? Где ваша карта? Вот, вот моя карта, вот сихотина такая. Казимир Петрович Недорезов, ну, вы были у меня на столе. Ну, операция прошла успешно. В чем дело? Ты скальпель косала по глазу. У меня была операция на ребре. На ребре. Ну? А ты что сделал? Что я сделал? Что? Вот. Что это? Это баба. П-п-п-п-п-подождите, ну, подождите, ну, какой же вы баба? Вы же очень интересная женщина. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Спокойно, мужчина, ну, подождите, пожалуйста, ну, успокойтесь. Сейчас разберемся. Это было 13-го в пятницу. Так? Что, хороший день? Да? Так. Что у нас было в пятницу? Ну, мы праздновали юбилей нашего главврача. Ну, хорошо праздновали. Я еще помню, он мне говорит, Журик, может, не хватит? А я говорю, да ладно, что вы? У меня еще две операции наливаете. Произошла врачебная ошибка. Нифига себе ошибочка! Ты вместо ребра бабу сделал! Господи, ты слышишь? Я повторил это. Скальпель, ты шизанутый! Или ты мне все делаешь, как было? Или заказывай столик в морге? Так, давайте мы успокоимся и нормально поговорим. А я не могу успокоиться. У меня гормональный взрыв. Ну, послушайте, ну, в любом случае, пожалуйста, держите себя в руках. Вы же леди. Ух ты. Ух ты, скачи, да, ух ты. А ведете себя, как лесоруб. Так я же есть лесоруб. Я деревья валил, ребро сломал, а теперь меня мужики из бригады выгнали. Ну, их можно понять. Ну, подумайте, терпеть в мужском коллективе слабую женщину. Нифига себе подобного. Слабую, а не терпеть готовы. А не страшную не хотят. Почему вы ко мне раньше не пришли? А я раздумывал. Все-таки на пенсию на пять лет раньше. Слабую, подождите, дорогой, я думаю, что вы просто пока не осознали всех преимуществ своего теперешнего положения. Я осознал. А жена как осознала. Ну, конечно, я так понимаю, что для вашей жены это ваше преображение стало бы большой неожиданностью. Присядьте, пожалуйста. У меня к вам вопрос профессиональный. Скажите, пожалуйста, а как у вас теперь с женой, ну, вы понимаете? Да, полная идиллия. Как это? Лежим обе в пеньюарах со свежим педикюром. Сериалы индийские про любовь смотрим. Наслаждайтесь и молчим, чтобы маску на лице не потревожить. И вот я сейчас, находясь по ту сторону баррикад, хочу сказать, как надо. Если бы в эту святую минуту ко мне полезло какое-то небритое бурло, закрыть бы. Ну, надо же. О, Казимир Петрович, я понимаю с женой, но вы-то, бедненький, теперь уже как мужчина и налево не сходите. Да, если честно, у меня и на правой не очень получалось. То есть вы хотите сказать, что от этого вашего, вот этого преображения ваша жена не так уж сильно и проиграла? Выиграла. Я же теперь у нее самая лучшая, страшненькая подружка. Ну, не надо. Руки. Мне жена, как лучшая подружка, все про меня рассказала. Все. И что? Вы себе не представляете, с каким козлом ей приходилось жить. А мама ее предупреждала. А давайте выпьем за все хорошее. Убью. Извините. Давайте, пожалуйста. Послушайте, Казимир Петрович. Да ладно. Можно просто Казя. Казя. Послушайте, Казя Петрович. Я вот о чем подумал. Вы же теперь можете осуществить несбыточную мечту всех поколений мужчин и устроиться на работу в женскую баню. Кем? Ебнухам. Бабадером. И вообще, вы только подумайте, настал ваш звездный час. Кончилась эра подарков из носков и пенки для бритья. Наступило время шуб и бриллиантов в подарок. Вот своей жене с тещей, так и скажите, на 8 марта мы с вами равноправные. А? Уже? А что? И правильно. И пусть дарят. Конечно. А что, я не заслужил? Ла. Слушай, это я целыми днями как белка, как баба в колесе. Конечно. Прими, подай, опять просыпаю. Изготовлю, чищу, мою, драю. За сумки, трамваи, троллейбусы, подары. Опять на четвертый этаж. Опять стырка, опять уборка, опять готовка. Да задолбался я. Задолбался. Конечно. Они же родные. А я у них. Падчерица. Это хорошо, что за подснежниками не посылают. Это было, это было. Каза Петрович, давайте за дружбу. А? Подожди. Фу. Подожди. А что это вы на меня так смотрите? А я вот так подумала, что дружбы между мужчиной и женщиной так и не бывает. В каком смысле? Ну, должна же быть у меня своя личная жизнь. Казя Петрович. Казечка. Козюлечка. Понимаете, мне очень лестно ваше предложение, но, понимаете, дело в том, что вы не все знаете. Видите ли, я очень хороший хирург. Вау. И как нам это может помешать? Понимаете, я привык доводить свою работу до идеального состояния. Ну, короче, с Клифосовским, видите ли, Казюля. Я сделал из вас не просто женщину, а женщину непорочную. Ну, вы же знаете историю о непорочной деве. Подожди, 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 то есть ты пигмалион хренов хочешь сказать, что я свои 59 лет девушка. Да. Вы представляете, какая это будет неожиданность для вашего первого мужчины. А чего ж представлять? Сейчас мы это все и проверим. Тихо, Петрович. Петрович, тихо. Петрович, я все переделаю. Петро, Петрович!